Всем привет дорогие зрители! Первая неделя декабря месяца уже подошла к концу и сайт worldmmo.com подготовил для вас девятый выпуск программы главные игровые новости недели. Начнем мы этот выпуск с радостного известия для всех игроков из России и стран СНГ. Дело в том, что русская версия MMORPG игры Neverwinter Online 12 декабря откроет двери перед всеми желающими и впустит их на открытое бета-тестирование. Все владельцы наборов Герой Севера и Хранитель Neverwinter смогут попасть на открытое тестирование раньше остальных на два дня, то есть для них приключения начнутся уже 10 декабря. Если вы относитесь к поклонникам MMORPG проектов, то советуем вам не упускать шанс познакомиться с Neverwinter Online поближе. Наверняка вы все уже знаете, что у популярного онлайн-симулятора World of Tanks вскоре появится достойный конкурент в лице игры War Thunder. И вот уже 5 декабря в проекте War Thunder официально стартовал долгожданный этап закрытого бета-тестирования наземной техники. Первыми попробовать танковые бои смогли те игроки, которые на протяжении ноября месяца заходили в игру и ежедневно летая на самолетах выполняли определенные боевые задачи. Купив один из пакетов с ранним доступом, вы сможете гарантированно попасть на ЗБТ наземной техники в середине декабря месяца. Более подробно о стоимостях и бонусах каждого пакета, вы сможете узнать на нашем сайте worldmmo.com. Пару дней назад все владельцы премиум подписки на игру Battlefield 4 получили доступ ко второму дополнению China Rising. Все остальные игроки смогут получить контент этого DLC чуть позже, 17 декабря. Напомним, что новое обновление принесло в проект Battlefield 4 такие нововведения. 4 игровые карты, новую экипировку, 5 типов оружия, пару новых моделей техники, игровой режим Air Superiority, а также 10 оригинальных заданий. Ну а пока владельцы премиум подписки наслаждаются нововведениями дополнения China Rising, всем остальным остается ждать наступления 17 декабря. В последний день осени в релиз вышла диаблоподобная ММО-игра Элдвин. Разработчики из компании Хантед Кафф Студио уже не один год трудятся над этим проектом. Из особенностей бесплатной игры Элдвин можно назвать бесклассовую систему развития персонажей, 6 уникальных путей прокачки для каждого героя, наличие системы крафта и добычи ресурсов, огромное количество ПВЕ приключений, кучу разнообразного снаряжения и оружия, а также ПВП контент. В общем, попробовать онлайн-игру Элдвин каждый из вас может уже сейчас. Для этого достаточно просто посетить официальный сайт проекта, создать себе аккаунт и приступить к приключениям. 5 декабря в 7 часов утра по московскому времени MMORPG проект Anigiri Online перешел на стадию открытого бета-тестирования. Подметим, что речь идет о японской версии проекта, так как англоязычный игровой сервер до сих пор находится на стадии альфа-тестирования. Для того, чтобы стать участником открытого бета-тестирования Anigiri Online, вам достаточно будет пройти регистрацию на ее официальном сайте. Напомним, что 12 декабря японская версия этой ММО официально выйдет в релиз, так что попробовать, что собой представляет Anigiri Online, сможет каждый желающий. Парни из студии Tencent Games хотят подарить игрокам еще один средневековый ММО проект под названием Iron Knight. Если верить разработчикам, то в их новом проекте в каждом бою одновременно будет участвовать по 140 человек, а это гораздо больше, чем в других аналогичных играх. Также в Iron Knight будут присутствовать игровые режимы типа осада, захват флага и так далее. Ну и кроме всего, в каждом сражении вы сможете использовать баллисты, катапульты и тараны. Первый этап закрытого бета-тестирования китайской версии игры Iron Knight намечен на весну 2014 года, так что нам просто нужно набраться терпения и дождаться этого момента. Также на этой неделе студия InfoPlay запустила открытое бета-тестирование своей браузерной MMORPG игры Song of Solaris. В этом проекте игроки смогут выбрать для своего альтер-эго одну из нескольких ролей. Путешествуя по огромному игровому миру, сражаясь с врагами и выполняя всякие задания, вы будете развивать и прокачивать своего героя. Также в этой игре можно приручать разных животных, вступать в гильдии, выполнять опасные задания, разведывать подземелья, ну и конечно же сражаться в ПВП боях против других игроков. Если вы любите браузерные MMORPG проекты, то попробуйте игру Song of Solaris. Кто его знает, может она вам понравится. Что же, у меня на этом все. Каждому из вас спасибо за внимание. Ну и до новых встреч, ребята! Субтитры сделал DimaTorzok